Друзья, меня зовут Вадим Серов, мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях и не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, я у вас в сообществе состою, меня остановили ГИБДД. Он предподозревает то, что я употреблял. Говорят, что меня хотят по статье 20-25, но у меня штрафы оплатены, я сейчас оплатил, так что? Что мне делать? В отношении чего? В отношении того, что вас планируют освидетельствовать? Нет, вас планируют освидетельствовать, что будут составлять? Сейчас, одну секундочку, я вам перезвоню, он хочет собраграфировать, что я оплатил штрафы. Давайте. Вы извините, что я вас подлег. Так. Но я вам расскажу историю. Я, короче, на проспекте труда, меня тормознули. Угу. Он говорит, ты употреблял. Я говорю, командир, я не употреблял. Он говорит, ну, я смотрю по тебе, подозрительный, поехали. Я говорю, ну, пишите. Это где еще раз адрес? Да на проспекте труда. На проспекте труда. Угу. Он говорит, ты лишенный, я не лишенный. Ну, короче, он докапывался до одного, до другого. Потом говорит, у тебя штрафы неоплачены. Я говорю, вот, командир, я их сегодня оплатил, он с утра. Он говорит, ну, поехали по статье 20-25, неуплата штрафа. Угу. Я говорю, ну, я же их оплатил. Они говорят, ну, они у тебя еще в базе нету, типа, так и так. Вот. Я говорю, ну, ладно секунду. Я на вам начал звонить, он говорит, кому звонишь? Я говорю, да, так это. По делам. Он говорит, покажи телефон, у меня там дорожный контроль, группа же ваша открылась. Угу. Вот это да. Хоть до что-нибудь, чего-нибудь, ну, как-нибудь, но нужно. Ну, хорошо, да, он нафиг. Да не нужно было, даже на ремень не нужно было соглашаться, он бы и так бы отпустил бы. Кстати, он мне почему-то постановление не отдал, ничего. Понятно. Он вообще, наверное, ничего вам не дал, да? Ну, он бумажку написал, вот это вот, то, что у него там в руках постановление, но мне он ничего не дал вообще. Я понял. Не нужно было на это соглашаться вообще ни на что. Он тогда бы просто, вы спокойно дальше бы поехали. Да? Да, конечно. Ну, когда это, не знаешь ничего, а я просто это. А почему вы сразу оказались трезвым и сразу у вас все штрафы оплачены? После звонка, получается? Ну, после звонка. Ну, штрафы я до этого оплатила, а они у меня. Не, ну, он хотел все равно до этого доколебаться, получается, что вы оплатили. Видимо, звонок оказался таким, в общем, спасительным. Ну, как бы, да, он сначала, типа, сейчас подойдем, люди остановятся, поедем на место сидеть. А тут оказались вы трезвым, да? То есть, после звонка, что не нужно никуда ехать. Ну, в итоге, да, я говорю. А скажите, а номер экипажа патрульного автомобиля, значит, вам известен? Запомнили? Номер машины? Да, да, да. Цифры не помните? Ну, я сейчас вот мимо проезжать, если стоять, могу вам это. У меня было бы, вот прям, я был бы очень признателен, если бы вы сказали, патрульный автомобиль, номер. А фамилию сотрудника не помните, да? Нет у вас там? А он не представился. Я вас понял. Ну, было бы замечательно, если бы вы у него поинтересовались. Может быть, на видео, либо на фото, фотографию бы сделали его. Ну, вот, хотелось бы. Вообще, еще все можно снимать, да? Да, конечно, вы можете подойти, сказать, улыбнитесь. Я фотография для Серова. Ну, и все. В следующий раз буду знать, что у меня это. У меня еще лицо подозрительное. Я говорю, командир, я работаю водителем, я не дурак, чтобы потреблять. Блядь, постоянно тормозят, прикапываются. Я вас понял. Ну, вы рады, что мы смогли вам помочь? Да, да, да. Пожалуйста. Я просто у вас там состою, интересно. И сам иногда касаюсь по ночам. Я вас понял. Ну, удачи вам на дороге. Сейчас, спасибо. До свидания, пожалуйста. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзак.